всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет видео которое я планирую такую серию наверное из трех видео снять это уход за телом уход за лицом и уход за волосами сегодня я хочу показать вам все что у меня есть для ухода за кожей тела покажу абсолютно все в том числе и чем я делаю массаж и у меня есть всего лишь одна новинка ну и наверное расскажу основные свои такие правила наверное ухода за кожей так что кому интересно такое видео продолжайте смотреть ну и начну я наверное с того что хочу рассказать свое правило наверное можно так сказать основное правило по которым вообще которая распространяется у меня и на тело и на кожу лица и на волосы в том числе я считаю что самый главный успех при борьбе там я не за с целлюлитом или в восстановлении волос или еще чего-либо это постоянство то есть нужно ухаживать на постоянной основе это должно быть как правило как почистить зубы есть для меня это выглядит именно так даже если у меня бывает какие-то моменты когда я в меньшей степени ухаживаю за допустим кожи тела да но я все равно какой-то минимум дел прежде чем начать я также хочу сказать что я постараюсь оставить все ссылки на все продукты которые я сегодня буду показывать если на какой-то продукт или на что-то у меня не окажется ссылки внизу в инфобоксе значит я просто не нашла потому что я не всегда заказываю в интернете иногда покупаю в магазинах то есть все как у всех давайте начнем с принятия душа я принимаю душ каждый день бывает несколько раз в день несколько раз в день чаще такое бывает или если я занимаюсь спортом да или если это лето но наверное у большинства тоже так оно происходит почему хочу начать с этого потому что я взяла себе наверное за правило то что у меня должна быть не просто вот эта мочалка которая идет для гели для душа то есть чем конкретно принимать душ да то есть с каким средством там гелем для душа или кусковым мылом для меня это не имеет сильного значения для меня самое главное чтобы это средство не сушила кожу и просто приятно пахло для того чтобы принятие душа было максимально приятным и расслабляющим для меня все но я считаю что в арсенале должна быть по крайней мере у меня какая-нибудь мочалка которая будет отшелушивать еще кожу то есть я не знаю как правильно это назвать наверное отшелушивающая мочалка можно так сказать мне в последние несколько лет очень полюбились вот такие перчатки вот я показываю как есть это кстати мама мне такую штучку сюда ниточку чтобы можно было вешать да чтобы она не валялась где-то и не начинала пахнуть в общем чтобы виселась сохла скажем так вот такие перчатки я покупаю или одну или две сразу то есть по-разному они продаются где угодно и в ленте и в каких-то хозяйственных магазинах они не сильно грубые но при этом по мне так очень хорошо очищает отшелушивают массирует кожу то есть если более интенсивно тереть дату кожа даже немножко покраснеет принимаю душ я вот с этой перчаткой где-то наверное через раз через прием душа и дает очень кстати хороший эффект мне очень сильно нравится перейдем к скрабам для тела как часто я скрабирую кожу тела минимум раз в неделю это минимум да это тогда когда я как бы немножечко запускаю ход за кожей но не то чтобы запускал меня знаете таким периодами я интенсивно что-то делаю да потом как бы идет на спад то есть такой некий перерыв наверное можно это так назвать так вот когда у меня есть этот перерыв я делаю скрабирование раз в неделю когда я более интенсивно я могу делать два-три раза в неделю скрабирование чем я скрабирую кожу моего арсенале всегда есть кофе вот я принесла вот этот жмых все его знают жмых от кофе у меня кофе машина которая сама молит зерна до соответственно вот этот вот то что остается этим я скрабирую кожу когда мне не было кофе-машины я покупала самый дешевый молотый кофе запаривала его горячей водой и скрабировалась с этим вот этим жмыхом на этот он так правильно назвать можно играть можно добавлять сюда масло иногда еще добавляю гель для душа и у меня как бы получается одновременно и скрабирование чищения кожи до когда хочу так по-быстрому скажем так можно добавить сюда соль если есть допустим какие-то высыпания морскую соль я не покупаю морскую соль обычную простую вот эту я приобретала в ленте у меня тут уже совсем чуть-чуть осталось но ее много и не нужно на если добавить в кофе я выбираю чтобы она была вот такая мелкая то есть бывает соль с крупными частицами я такую не беру потому что они очень сильно царапают кожу прямо реально могут оставлять царапины беру такую мелкую добавляю сюда чуть-чуть наливаю водички или геля до души чаще всего просто обычную воду тепленькую и соль немножко растворяется и я растираю кожу любите масло добавляйте масло любите там еще что то то есть вот это такой бюджетный вариант скраба который классно работает я обожаю вот это кофе и я даже вот этот жмых когда скрабирую кожу тела то есть я могу просто взять его только одного и проскрабировать хорошо кожу тела когда вот этот жмых я даже наношу на лицо но не скрабирую потому что он такой ну по мне так жестковат хотя скраб с абрикосовыми косточками тоже не самый легенький да но все же я просто обычно наношу как маску такой да пока скрабирую все остальное тело на мне на лице находится вот это кофе жмых и кожа становится мягкой после кофе вот этого кофейного скраба кожа она прямо нереально мягкая мне очень нравится эффект кожа не привыкла я уже много-много лет делаю такой скраб и классно также периодически я приобретаю различные скрабы вот какие вот захотелось вот такие я наверное приобретаю сейчас у меня на данный момент в наличии я уже показывала в покупках вот этот скраб облепиховый от натуры сибирики он мне очень нравится но не наносите его на область груди на самую выступающую часть область груди потому что он печет там причем очень даже неприятно печет классно и вот у меня его кстати еще много что-то я последнее время не особо пользовалась не на почему как-то все на кофе на кофе я сидела вот но тоже мне очень нравится это моя 2 или 3 уже банка честно не помню покупала ему в ленте перейдем кремом для тела обычный крема для тела я тоже вам их уже показывала я приобретала их в ленте вот такие 21 от чистой линии у меня здесь вот буквально на один раз осталось это у меня с роза и 7 ценных масел кто не любит аромат розы там есть второй аромат с ирисом по моему он такой просто сладенькими какими-то цветочками пахнет мне нравится действует они одинаково по мне так хорошо он впитывается не оставляет никакой жирной пленки ничего хорошо увлажняет кожу такой бюджетный хороший крем для тела потрясающе мне очень сильно нравится так когда польская марка написано произведено в польше вот такой крем тоже в ленте лосьон для тела он более плотный чем чистая линия он более жирный чем чистая линия но мне тоже понравился тоже неплохо увлажняет кожу имеет такой какой-то приятный косметический аромат то есть он такой пожирнее немножечко в принципе вот такие лосьончики я тоже приобретаю любые бывают парфюмированные бывают какие-то ну вот вот какие как говорится бюджет и душа позволяет да такие и приобретаю моем арсенале есть на данный момент я вам тоже показывала это сахер здесь тоже у меня осталось чуть-чуть я уже буду разрезать эту упаковку потому что дозатор плохо достает средство очень густое и не буду оттуда вытаскивать значит и вот такой баттер от марки palmaris наверно так правильно называется заказывала я сахерба вот этот баттер он также очень нравится моей маме она его использует на руки на ноги очень классно увлажняет питает кожу убирает сухость убирает шелушение просто бомба я буду заказывать снова и снова это я заказывала на ахе я уже рассказывала об этом и вот это средство это скандинку 10 минус этих средств заключается в том что они имеют ярко выраженный какао аромат наверно так как будто вы вот просто нос опустили в банку с какао я об этом уже говорила кто не любит такие прямо ядреные ароматы тогда не стоит вообще приобретать потому что он прям ядреный и остается на вашей коже долго я его наношу только на ночь потому что даже я несмотря на то что мне нравится этот аромат я не могу долго терпеть на коже но на ночь нормально с утра можно всегда принять душ классно питает увлажняет восстанавливает я не знаю преображает кожу безумно нравится он не за у меня сейчас закончится я куплю еще в этой марке есть средства от растяжек здесь у меня средства просто скандинку 10 как бы для и с витамином е который как бы для упругости и омоложения кожи и тому подобное содержит коллаген эластин действительно вот я его вы знаете не наношу на постоянной основе я им пользуюсь после того как я сделаю скрабирование кожи даже не всегда после скраба чаще наверное раз в неделю я его использую очень хорошо питает кожа даже как будто бы знаете как как начинается так светиться изнутри лосница я не знаю вот классное средство значит что по поводу кремов от растяжек у данной марки вообще я люблю периодически использовать различные крема от растяжек это абсолютно считаю можно приобретать любых марок любого бюджета что делают крема от растяжек они делают кожу эластичный до чтобы не появлялись сами растяжки возьмите хотя бы для беременных если вы худеетесь на данный период времени да то тем более чтобы кожа была эластичной упругой это очень сильно становится заметно когда вы пользуетесь такими кремами я имею ввиду которые идут именно от растяжек очень сильно становится заметно по крайней мере на моей коже на ягодицы то есть это прямо вот заметно что кожа становится более плотный и более такой упругой мне очень нравится этот эффект я не использую на постоянно сном потому что считаю что нужно иногда делать перерыв в таких средствах не знаю возможно не права но вот периодически приобретаем следующее у меня по поводу масел для тела на самом деле у меня сейчас осталось только вот это масло но как-то летом я не наверное не особо что ли люблю использовать масла и вообще как-то последнее время все у меня какие-то крема лосьоны но это может быть временно это не то что вот я их не люблю не факт или может быть на херби еще какое-то масло закажу масло люблю масло наношу всегда на влажную кожу любые масла всегда на влажную кожу тогда они не ложатся пленкой они хорошо впитываются они как-то лучше даже увлажняют кожу они как-то лучше на мой взгляд работают поэтому мне очень нравится следующее что хочу показать это новинка я приобрела ее просто в аптеке буквально недавно обошелся мне этот крем в 1312 рублей со скидкой так он стоил где-то 1700 что любит 1600 я думаю что наверно эта марка есть на фарма косметики возможно если найду на каких-то сайтах я вам покажу я наслышана об этой марке а точнее о средствах от растяжек вот беременные девушки они приобретают эту марку для предотвращения растяжек очень много положительных отзывов поэтому я когда увидела я взяла но у меня крем который для повышения упругости тела использовала я его всего лишь два раза он хорошо очень впитывается очень хорошо увлажняет питает кожу имеет такой слегка ментолово травянистый какой-то аромат легкий ненавязчивый крем выглядит вот таким образом то есть он такой слегка бежевый легкий не оставляет липкости жирности ничего такого хорошо впитывается хорошо увлажняет кожу это то что я могу сказать на данный момент чтобы сильно оценить прямо это средство мне конечно нужно им еще попользоваться касается антицеллюлитных средств на данный момент у меня ничего нету также у меня нет ярко выраженного целлюлита такого прям чтобы он был виден но если покопаться то найти можно есть у каждой девушки даже у худых девушек мне кажется даже не совсем зависит наличие лишнего веса или его отсутствие на целлюлит это говорят что это гормоны и так далее и тому подобное опять же я считаю что все должно быть на постоянной основе говорить о том что целлюлит может убрать только походы косметологу нет и вы знаете я ходила уже говорила на lpg массаж проходила курс надо бы пойти еще но мне жалко денег честно я вам признаюсь потому что курс из десяти процедур стоит примерно в районе 20 тысяч там плюс-минус девушка которая мне делала массаж косметолог да она говорила что нужно поддерживать дома нужно и дома ухаживать за кожей нужно и дома что-то делать борьбе с целлюлитом борьбе с потери упругости кожи и так далее то есть постоянно питать увлажнять кожу отшелушивать и всяческие холите лелеете и чтобы она была в хорошем состоянии поэтому косметологические процедуры массаж и тому подобное да это круто да это даст сразу же хороший результат видимый результат ну почти мгновенный результат нежели если вы будете делать дома но если вы будете знаете терпение труд все перетрут я так считаете задастся с целью то можно прямо у горы свернута средства антицеллюлитных повторюсь у меня сейчас нет периодически приобретаю наверное знаете так вот вот все все борются с целлюлитом я тоже так хочу бороться с ним но я покажу сейчас средства для массажа которые у меня есть массаж также я делаю минимум раз в неделю до сих пор это у меня знаете это у меня привычка вот когда я худела я взялась из-за правила делать массаж массаж я делал два-три раза в неделю сейчас я делаю раз в неделю на два раза в неделю в общем минимум раз в неделю до зависимости от настроения зависимости от степени усталости и так далее вот но все-таки стараюсь делать массаж у меня вообще спрашивали как часто нужно делать массаж я считаю например как вот если вы приобретаете средства допустим антицеллюлитная любовь абсолютно любое которое вот позволяет вам грубо говоря кошелек и ваша душа скажем так и очень часто антицеллюлитные средства идут в коробочке вместе с массажером если вы приобретаете вот такую историю и там написано наносить каждый день массажными так движениями чаще даже показано какими массажными движениями носить делайте так как рекомендует производитель то есть если производитель рекомендует делать массаж каждый день с этим средством делайте массаж каждый день с этим средством но например данное средство до производителя рекомендует наносить два раза в день утром и вечером после принятия душа на легкими массажными движениями если вы легкими массажными движениями каждый день наносится на себя какой-то специализированный крем или просто какой-то крем то я считаю что можно обычный массаж делать два-три раз в неделю опять же какой вам массаж делать если вы делаете такой массаж например баночный или тот который ну как вы оставляет какие-то травмы на коже да там синяки и так далее там медовый массаж там много всяких да то здесь уже нужно смотреть потому какой какой у вас массажер да и как вы делаете массаж то есть уже конкретно по средств которыми вы делаете массаж нужно уже смотреть насколько часто его необходимо делать средства для массажа у меня есть я вам уже показывала это я покупала fix price и вот такая вот массажная щеточка я их беру с собой бассейн и я вот этой штучкой делаю массаж именно в душе то есть на меня течет вода я массирую живот бедра ягодицы значит как я делаю массаж бедра всегда это мне говорила девочка которая мне делала да вот девушка извиняюсь которым не делал lpg массаж значит бедра от колена вверх вот так и такими движениями вверх то есть это поле лимфе как-то там что-то такое я в это не вдавалась подробности сами ягодицы круг ягодицы круговыми движениями живот круговыми движениями вокруг пупка и движениями получается по горизонтали вот такими здесь у меня две стороны одна вот такая пупырчатая я извиняюсь я показывала мне на самом деле уже в плохом состоянии надо заменить но все что-то я как-то до fix price и не доберусь потому что массажка мне вот это очень нравится то есть вы можете вот этой массажкой дам прорегулировать силу нажатия силу массажа самого да с этой стороны вот такие пупырышки я чаще всего использую эту сторону а с этой стороны такие вот как видите зубчики и вот эти зубчики если мне конечно вот так вот возить то они ну прям жестко будут а если вы не привыкли к такому я обычно вот этими вот этими жесткими пупырышками вот этими маленькими да я делаю такие похлопывающие движениями просто чтобы разогреть кожу чтобы появилась легкая краснота сильно красоту прямо такую же прям все горело я такого не делаю я я и люблю так над собой деваться поэтому я не делаю не делаю и никогда не делала баночный массаж и медовый массаж тоже никогда не делала честно потому что мне я люблю себя на себя жалко честно слово следующий массажер который у меня есть это электрический я его тоже уже показывала а он у меня уже где-то девять десять лет примерно ему наверное столько у меня уже тут вообще видите в ужасном состоянии у меня стала выпадать какая какой-то один вот этот шарик то есть и вообще у меня уже я смотрю так и начал работать что вы видите у меня уже весь пожелтел тут чё с ним тут кого не происходит и необычно использую с каким-то кремом то есть я наношу крем и дальше массирую вот эта штучка у него такие он как вибрирует классная мне очень нравится я покупала в ашане достаточно давно я не знаю продаются сейчас такие массажеры или нет вообще сейчас выбор массажеров огромный у меня сломается этот окончательно я куплю себе какой-то другой однозначно что у меня электрический массажер был потому что он более эффективный чем вот этот он действительно совместно с каким-то кремом или маслом антицеллюлитным или который уменьшает объем этом не заводит лишнюю жидкость и так далее и тому подобное он очень хорошо работает и видно что крема начинает работать лучше или за минус этого массажера он очень громкий он очень громкий девочки и так как я люблю вот такие процедуры прям до массаж скрабирование делать на ночь у меня спят дети я не могу использовать этот массажер потому что он очень громкий но он классный эффективный я думаю в принципе любой если вы вот хотите прямо электрический какой-то массажер до любой сейчас можно найти сейчас их столько я тут заглядывала вообще просто огромное количество мне кажется они все будут эффективны если использовать на постоянной основе ловите эти выпало у меня выпадает вот этот шарик и когда он выпадает вот это начинает не царапать кожу так что да уже пора пора менять если поменялись и куплю какой-то новый массажер я вам обязательно его покажу этим массажером я делаю точно то же самое да вот этим электрическим тоже от колена вверх ягодицы круговыми движениями живот круговыми движениями и по вертикали пока тоже круговыми движениями значит следующая моя новинка как она у меня уже не новинка это у меня уже на месяце 2 я заказывала с алиэкспресс вот такой ручной массажер который кажется металлическим но нет это пластик он классный но он не так массирует как это и не вот как этот он немножко делает другой массаж и мне это нравится что у меня как так сказать по разному я могу промассировать да где-то могу с помощью вибрации где-то могу с помощью каких-то других средств как он массирует он просто захватывает внутрь кожу вот видно да и и как бы немного сминает и прокатывает по ощущениям как будто бы вот эти штучки ощущается как будто знаете чьи-то руки вот вам надавливают и просто проходится по коже мне кажется у кого целлюлит это просто бомба потому что он разбивает то есть он как бы сжимает ведь сжимает внутрь и затягивает кожу вот видите внутри кожи и просто ее как бы сжимает и про проталкивает про видите промазь вот вот видите что он делает но он делает это только на сухую кожу то есть на кожу на которой нет ни крема не лосьона не масло то есть я им массирую как я приняла душ выйти обмакнула себя полотенцем да и хорошенечко промассировала снизу вверх там видите он насколько затягивает кожу вовнутрь супер девочки реально супер он как сказать он не то чтобы подтягивает кожу он делает ее вот этот массажер визуально ровнее я обычно определяю это на части где заканчиваются ягодицы начинается бедро да вот этот вот складочка скажем так сзади да она выравнивается то есть кожа там становится ровнее так как у меня нет ярко выраженного целлюлита я не могу сказать насколько эффективно он будет бороться с целлюлитом но мне кажется что эффективно почему потому что вот это вот затягивание кожи внутрь это как бы разбивание наверное вот этих вот целлюлитных отложений мне так кажется но в любом случае да можно промассировать до красноты быстренько на это не требуется много времени хорошенько растереть кожу до красноты вот этим выйти из ванны высушить себя полотенцем и провести вот так и сверху нанести какой-то антицеллюлитный крем я думаю что вы увидите результат я практически в этом уверена тут же еще я правда под затянула видео уже но все же я хочу сказать что ну не то чтобы часто но бывает такое что я слышу от некоторых девушек женщин о том что ну для того чтобы что-то сделать нужно много денег да для того чтобы хорошо выглядеть нужно много денег я так не считаю я считаю что все же необходимо постоянно ухаживать если вы купите себе крем за 50 тысяч рублей и будете пользоваться им раз в месяц эффекта будет ноль я конечно сейчас утрирую но это действительно так оно и есть а если вы купите себе крем за 500 рублей окей за 100 рублей и будете пользоваться им каждый день и при этом делать массаж хотя бы просто своими руками его активно чтобы легкого покраснения кожи вы будете мять скажем так себя по всякому по-разному да то вы увидите результат я просто в этом убеждена также я хочу сказать что различные средства для похудения для выведения токсинов антицеллюлитные средства они не работают для похудения то есть они могут уменьшить немного уменьшить объемы но если не следить за своим питанием и мазаться только кремом для похудения эффекта будет 0 это скажем так помощники на нашей войне с лишним весом и на нашей войне не за красивое тело вот и все но и на сегодня я буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео я надеюсь оно было для вас интересным не забывайте что ссылки на все продукты которые о которых я сегодня говорила которых я нашла в интернете я вам оставлю внизу в инфобоксе цены я конечно уже не помню на все эти продукты поэтому мы их не называем постараюсь не затягивать с видео об уходе за лицом и за волосами хотя волосы мои это не пример не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх напишите мне ваше любимое средство по уходу за кожей будь то антицеллюлитные против растяжек или еще какие-то в особенности если вы их приобретаете на iherb с удовольствием я тоже попробую что-то новенькое я люблю разнообразие люблю когда у меня очень много баночек люблю пробовать все новое так что поделитесь пожалуйста мне будет это очень приятно ставьте пальчики вверх не действительно это очень очень приятно всех люблю целую и до новых встреч